Здравствуйте! Это экспедиция Страна энтузиастов, и мы доехали до очередной точки на нашем маршруте. Вот здесь, на этом месте, впору проводить викторину, а в какой город мы приехали. Но я думаю, большинство из тех, кто даже никогда не бывал в Красноярске, все равно узнают это место, запечатленное на 10-рублевой купюре. Это мост через Енисей, который многие так и называют шутливо. Десятирублевый мост. Дорога до Красноярска от Иркутска одно удовольствие. Свежий асфальт Транссибирского тракта. Прямяки, примерно по 5-7 километров. И все это среди бескрайнего моря тайги. А то слева, то справа от тебя вьется ниточкой легендарный Транссиб. И можно подъехать туда и прикоснуться буквально рукой к более чем уже столетней истории этой магистрали. Побывать на исторических станциях, которые еще сохранились в таких потаенных, сокровенных уголках этой огромной, бескрайней сибирской земли. А в Красноярск мы приехали за тем, чтобы встретиться с нашими очередными героями. Героями страны-энтузиастов. Эти молодые симпатичные девчонки свою деятельность определяют одним емким словом, которое они сами же и придумали. Расхламлять. Помогая одним освобождаться от старой одежды, они одевают сотни и тысячи других людей, которые такую добротную одежду позволить себе пока не могут. Впрочем, пусть девушки о себе расскажут сами. Страна должна знать своих героев. Идеолог проекта и основатель проекта «Круговорот» — это Новикова Анастасия. И, собственно, идея проекта пришла ей как-то раз, когда она заглянула в шкаф, она рассказывает об этом. И увидела, как много там вещей, которые она давно не надевала. И подумала, что можно сделать с этими вещами, как можно подарить им вторую жизнь, чтобы эти вещи не оказались на свалке и не засоряли планету. Так появилась идея создать проект, в который люди могут приносить вещи, которые им больше не нужны, которые не подходят им по размеру или которые просто им надоели по какой-то причине или там просто не надеваются. И чтобы эти вещи могли получить вторую жизнь. Не только, например, будучи проданными в секунде, но и получить вторую жизнь и помочь каким-то людям, которые в этих вещах нуждаются. Вот от этого импульса родился проект «Круговорот». И, собственно, начинался он с классного секунда. Сейчас это огромный благотворительный проект на весь Красноярский край. Недавно появился такой формат, как выездные акции. То есть мы собираем, например, полторы, две, три тонны вещей в машину, упаковываем, сортируем их и выезжаем в какую-нибудь деревню в Красноярском крае. И вот тогда люди просто с такими огромными глазами набирают, сколько могут унести, и мы их не останавливаем, потому что если им эти вещи нужны, и даже если о них потом, например, что-то не подойдет, они отдадут своим родственникам, знакомым. Мы, например, не спрашиваем документы у людей. Когда к нам обращается человек, мы не спрашиваем, а ты правда не можешь себе это позволить, да? Потому что это вот тот самый момент, почему люди часто не обращаются за государственной помощью. С них начинают спрашивать бумажки, а ты точно не имущий, а ты точно там эти деньги не можешь потратить на то-то и то-то. Мы этих вопросов не задаем, и на самом деле люди поэтому, наверное, изначально, конечно, есть некий барьер, чтобы обратиться к нам, но когда люди понимают, что мы не судим их и не спрашиваем каких-то доказательств, они потом приходят снова и снова. Вообще, на самом деле, у всех вещей в нашем проекте есть какая-то история, все вещи, которые проходят, ну, например, через мои руки. Я помню, очень радуюсь, когда вижу их, например, в отзывах в Инстаграме, нас отмечают классное платье, например, или классное пальто. Вот такие вещи, такие истории всегда запоминаешь. Например, свадебное платье, когда мы нашли его первый раз, мы думали, а что с ним делать? Ну, то есть, это не частая заявка, мне нужно свадебное платье. И буквально спустя неделю на это платье пришел запрос, размер в размер. Женщина пришла, померила и говорит, боже, это мое платье, ну, представляете, насколько все совпало в этой жизни, что ей так повезло. Девушки уверены, одеваться в поддержанное – это не признак бедности, а знак рачительности и бережливого отношения к окружающей среде. Например, на мне джинсы из круговорота, на продавце Анастасии платье из круговорота. Здесь мы можем купить практически такие же, иногда прям новые вещи с бирками, по совершенно другим ценам. Это раз. И два – не происходит захламление наших шкафов, и потом не происходит такого, что у тебя шкаф ломится, и ты не знаешь, куда их деть. Вот этого не происходит. Ну, а то, что уже нельзя надеть, идет не на помойку, а в переработку. Вот из 100% тех вещей, которые нам приносят, примерно 5% попадает только в секонд, процентов 70-75 вещей – это то, что идет в благотворительность. И вот остальные проценты – это то, что идет ветошь, но прежде чем вещь переработают, с нее нужно убрать всю фурнитуру. То есть, например, замки, пуговицы, клепки – все это должно быть убрано, и все это происходит вручную. Это самый кропотливый процесс, который происходит на складе, потому что люди ножницами вырезают всю эту фурнитуру, и это очень сложно, на самом деле трудоемко. Конечно, сколько ветоши мы отдаем на переработку, мы тоже считаем. Примерно это 400 килограмм за полторы-две недели. А принимаем в месяц мы примерно 5 тонн вещей. В спасенных деревьях мы, конечно, не обсчитывали этот объем, но вы понимаете, что если 5 тонн вещей в месяц принесли нам, эти 5 тонн не оказались на свалке. Вот так вот мы рассуждаем. Ну а следующий наш герой ждет нас в соседнем регионе, в Хакасии. И чтобы попасть туда из Красноярска, нам нужно проделать примерно 600 километров по одной, наверное, из самых живописных дорог России по трассе Енисей. Поначалу она петляет по высокому берегу Енисея, по каменистым, обрывающимся в полноводную реку Ярам. И именно здесь была построена на тот момент самая крупная гидроэлектростанция в нашей стране, Красноярская ГЭС. Настоящий энергетический гигант, который помог начать освоение Сибири. В память об этом, безусловно, подвиге строителей Красноярской ГЭС были написаны сотни статей, десятки живописных полотен, песен. Но все они посвящены непосредственно тем, кто работал на самой плотине, лил бетон, возводил этого колосса. А вот водители тяжеловозов, которые возили породу, благодаря которой был перекрыт Енисей, водители первых советских карьерных самосвалов МАЗ-525 как-то оставались в тени. И вот во славу этих людей, простых водителей, здесь на подъезде ГЭС установлен на высоком постаменте единственный сохранившийся в нашей стране МАЗ-525. А ведь их было сделано больше 6 тысяч штук. Вот так они и ушли незаметно. Попилены на металл. Будете проезжать мимо, как минимум, посигнальте. Но мы едем дальше. Дорога Ниточки поднимается вверх на перевал. Дальше мост через речку Бирюса и граница Хакасии. Мы спускаемся в степи. И справа и слева от нас появляются менгиры. Это древние могильные камни. Некоторым из этих захоронений по две и даже по две с половиной тысячи лет. Но главные менгиры находятся на юго-западе от Абакан. Это сафроновские менгиры. Уникальность их в том, что, во-первых, это 7-метровые обломки скал, которые совершенно неведомым образом оказались в голой степи. То есть их туда притащили во славу упокоившихся в этом месте людей явно непростых. Это представители высших сословий, наверняка военачальники, люди состоятельные, правители вполне возможно. Обращать на себя внимание и то, что они от всех остальных отличаются не только своими гигантскими размерами. На некоторых камнях, мегалитах нанесены рисунки, которые изображают людей, совершающих некие обряды, какие-то сакральные символы, животные, птицы. И вот это единственные менгиры, которые несут на себе петроглифы. Для того, чтобы попасть к менгирам, нужно съехать со асфальта, это грунтовка. Ну и сами менгиры находятся чуть на горе, на нее нужно вскарабкаться. Но, в общем, этот путь посилен любому автомобилю. А если у вас есть полный привод, как у наших мини-вэнов, то эта задача облегчается существенно. Но задерживаться у менгиров мы не будем, потому что нас ждет еще один гражданин нашей страны энтузиастов. В прошлом геолог, а ныне художник. Художник с большой буквы, резчик по дереву Александр Исаков. И, что интересно, этот человек не только основал уникальную для нашей страны мастерскую сибирские узоры, но и вырастил из местных жителей уже целую плеяду абсолютно самобытных художников, художников, которые не имеют никакого профессионального образования. Исаков умел и умеет раскрывать таланты. Впрочем, давайте знакомиться. Слово Александру Исакову. Ну, во-первых, у меня папа был геологом профессиональным, человек творческий. Ну, собирает нас, допустим, ребятишек, нас четверо, и учил нас рисовать, как пропорции, как тени подобрать. Я думаю, что вот это и сформировало у нас потребность самовыражения уголь, карандаш, движение, графика. А резьба и графика – это родные братья. Сырье местное – это кедр. Люди местные – это вот наши деревенские национальные кадры, хакасы. Колорит национальный, культура национальная. И вот мы сумели дать возможность и ребятам, которые коренной национальности, и все, кто вокруг, проявить в себе, стоящиеся в них, а в каждом таится, творческое начало. Все-таки 17 человек художников, из них практически все золотые лауреаты России. Мы выставляли их работы Франция, Португалия, Испания, Совет Федерации, Эрмитаж и так далее. Но это все очень интересно, это все окрыляет. А это все Сибирь, это наш кедр, это наши люди. Потому и сибирские узоры. Мы даже в одном цеху, в одном помещении стараемся не находиться, чтобы у друга не уничтожать подсматриванием или списыванием свою самобытность. У каждого своя стезя, свое видение. И очень важно это видение сохранить, чтобы он творил по-своему, а этот по-своему. В этом сути, в этом, я думаю, что уникальность нашего коллектива. В совершенно отдельный, как выяснилось, очень нужное, востребованное направление влились эксперименты по созданию резных копий, шедевров российской и мировой живописи. Эрмитаж представляет свои картины за границей. Но есть категория людей маловидящих, слабовидящих. И у них потребность не по полотну, они там ничего не поймут. Нужен барельеф. Они раньше использовали барельеф из пластмасса. Итальянцы делали. Мы по их просьбе сделали барельеф из дерева. Потому что дерево более теплое, сделано руками выразительнее, чем холодный скользкий пластмасс. Совсем неплохо, что есть возможность увидеть и в полотне плоском, и в объеме. И это дополняет восприятие. Это правильное решение. Это популяризация той же самой классики. Вот такой формы. А на наш вопрос, чего ему не хватает, Исаков ответил лаконично. У меня есть все. У меня есть любимое дело. Я умею зарабатывать деньги. Умею делиться этими заработанными деньгами. От того, что я делюсь, я чувствую удовлетворение. И вот эта динамика, она есть во всем. И в творчестве, и в предпринимательстве. Пускай эта динамика сохраняется. И мне больше других вопросов всевышнему нет. Ну а дальше нас ждет Тува. Мы движемся на юго-запад. И вот здесь заканчивается непродолжительный отпуск для полного привода наших автомобилей. Для электронных систем стабилизации. И, конечно, для наших шин Continental Viking Contact 7. Сейчас вот этому всему комплексу придется активно работать. Потому что уже с начала октября здесь, в Саянах, устанавливается плотный снежный покров. Дорога, идущая вверх, сначала покрыта тонкой корочкой льда. Чем выше, тем больше снега. И это уже просто укатанный наст. Казалось бы, эта корочка льда требует шипов. Но нет. Шины довольно уверенно цепляются за дорожку вот с этой легкой глазурью. Ну а дальше начинается уже укатанный снег. И не шипованные шины чувствуют себя там вообще в своей стихии. Дорога изобилует крутыми поворотами и неровностями. И приходится часто тормозить, чтобы не прыгать на волнах, не создавать дополнительную нагрузку на подвеску. А мы, с другой стороны, торопимся. Вот этот скользкий путь ведет нас на Саянский перевал, где мы хотим застать хотя бы последние нотки чудесного заката. И шины, слава богу, позволяют нам поддерживать довольно высокий темп езды. Даже в этих непростых условиях. И вот мы на перевале. И буквально въехав на перевал, мы видим, как кто-то невидимый, кто-то очень сильный. Буквально раз и выключает лампочку. И Саяна погружается в темноту. И вот по этой темноте мы и спускаемся вниз с перевала в Туву. В Кызыл мы попали уже поздно ночью. Так что только утром по светлу мы можем запечатлеться около центра Азии. Поскольку, по мнению многих тувинцев, именно здесь он находится. Вот в этой географической точке и завершается очередной этап нашего путешествия, нашей экспедиции «Страна энтузиастов». Мы доехали до центра Азии, но до центра, до середины нашего путешествия еще далеко. Едем дальше. Продолжение следует...